Извините, но по вашему адресу водитель еще не найден. Теперь эту фразу горожане будут слышать намного чаще. С сегодняшнего дня таксисты Улан-Удэ объявили массовую забастовку против служб заказа такси. Пойти на такой шаг их вынудили якобы несправедливые условия труда. Сколько продлится протест и какие требования выдвигают водители, выяснял Чингисачиров. Только посмотрите, что происходит на набережной. Около сотни водителей бойкотируют службы заказа такси. Все эти автомобили с сегодняшнего дня не принимают заявки граждан. Пока протест суточный, но если ситуация не изменится, бойкот продлят на уже гораздо больший срок. Причины все те же. Незаконные штрафы, постоянные поборы и низкая оплата труда. Бензин дорожает, а тарифы, по словам таксистов, наоборот, становятся только дешевле. Заявки очень низкие. Мы, как говорится, против, конечно, хотим, чтобы повысили заявки. Вот за это мы здесь собрались. А как нынче прожить? Правильно? Раньше в такси все были местные. Диспетчера, таксисты. Все знали проблемы. Какие? Какие дороги? Какая погода? Предварительные заявки всегда работались. Таксисты работали по 12 часов. Таксисты зарабатывали деньги. Профессия, в конце концов, была таксист. Сейчас ее нету. Ситуация продолжается из года в год. Власти молчат. Офисы такси в других регионах. Здесь же никакого контроля нет. Терпение лопнуло неделю назад, когда водителей начали обдирать дополнительно еще по 5 рублей с каждой поездки. А всех недовольных нещадно в черный список. Верните наше такси в город. Мужики! Вернут такси в город! Ура! Этот лозунг взялся неспроста. На сегодня в городе нет ни одного местного такси. Только филиалы федеральных компаний. Альтернативы нет, потому и деваться некуда. Приходится соглашаться на любые условия. К администрации города Улан-Удэ, к республике Бурятик, к ЦДНУ есть такое обращение. Если возможно помочь, помогите программным обеспечением, созданием программных, ну ПО, так скажем, для заказа такси, для создания рабочих мест местным нашим женам, женщинам, горожанам. Создание рабочих мест, диспетчерскую службу, чтобы они открыли в городе Улан-Удэ. И все налоги будут оставаться в республике. И мы все, водители, придем и трудоустроимся в этот такси. Тем не менее, все понимают, что пока это лишь заоблачные перспективы. Главное требование на сегодня – отладить связь между водителями и службами заказа, сесть за стол переговоров и установить единую тарифную сетку. До тех пор, пока такой диалог не состоится, город останется без такси. Ченгис Ачиров, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Минтранс Бурятии сегодня дал комментарий по поводу забастовки. Как выяснилось, в министерстве о ней даже не слышали. И по этому поводу не поступило ни одного обращения. Тем не менее, по их словам, одна из главных проблем местного такси – это большое количество так называемых нелегалов, которые возят пассажиров без лицензии на транспорт. Ситуацию должен исправить законопроект, который сейчас обсуждают в Госдуме. Согласно НИМУ, службы заказа такси будут также нести юридическую ответственность за перевозку пассажиров. Вплоть до штрафов. То есть, если водитель будет без лицензии от сервиса заказа такси, то штраф составляет 300 тысяч рублей и выше. Это заставит службы заказа работать лучше и, надеюсь, приведет к порядку данной отрасли. Кроме того, в министерстве ответили и на обращение водителей по поводу повышения тарифов и создания в Улан-Удэ собственной диспетчерской службы. Тарификация перевозок никак не входит в полномочия министерства. Нужно отметить, что в прошлом году был опыт перевозчиков, которые обращались в Народный Урал, по поводу создания единой службы заказа в республике. Там депутаты отказали, так как эта инициатива должна быть самих перевозчиков. Таким образом, у Минтранса Бурятии в этом плане связаны руки. Единственная надежда отладить работу сервисов такси – это ждать нового законопроекта. Продолжение следует...